Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию по криминалочке. Играем, как всегда, на Радмире на пятом сервере и, друзья, вы понимаете, что сегодня меня ждет. В очередной раз я, знаете, сегодня я не удивлюсь ничего... Ох, ебать. У нас сегодня еще будет, друзья, активная борьба, как вы понимаете, потому что сегодня очень много людей также приехало побороться за, так скажем, ценные всякие вещички. А можно мне ставочку? Здарова, здарова, здарова. Так, пацаны, я готов бороться, все. Понял, не успел. Так, друзья, за 1,650 забрали контейнер, давайте посмотрим, что здесь. Ясно, классика жанра, блядь, классика жанра просто ГТР. Друзья, вот напомню на всякий случай, история моих открываний контейнеров. О, тут одежда. Блин, надо... Блядь, у меня больше пятна... Я думаю, что у меня не открывалось это... Блядь! Ладно, ребят, давайте пока посмотрим, кто сейчас заберет этот контейнер, посмотрим, что будет в нем. Короче, пацаны, я на всякий случай напомню свою историю. Значит, я открывал контейнеры, мне не падало нихуя. Я потратил около 100 миллионов на эти контейнеры и вытаскивал максимум, там, блядь, Rolls-Royce, который стоит не так уж и дорого, на самом деле. Особенно, когда ты потратил 100 миллионов. И потом как-то раз мне выпадает этот ебучий широт, который я ждал. Я такой, типа, блядь, заебись, типа, разыграл его. И думаю, блин, прошло время, типа, пойду попробую еще раз. Пошел еще раз открывать контейнеры, и буквально с третьего контейнера мне выпадает еще один широт. Ну и как... Блядь. Вот, сука, этот синий ГТР мне будет сниться скоро. Вот, ладно, окей, пока я сейчас как раз сгоняю, продам какую-нибудь свою тачку. Я думаю, что тут пацаны открывают ГТРов. И, блядь, если я сегодня, представьте, вытащу этот самый третий широт. Это будет пизде... Да нет, невозможно. Я понимаю... О, кто-то Уракан, походу, забрал. Кстати, пусть он заспаунен, или кто-то на нем приехал. А, может, тот приехал. Бля, нормально парковочка, смотрите, да? Короче, пацаны, все, я поехал сливать. Если сегодня я вытаскиваю третий широт, я просто, блядь, я не знаю. Вот я, блядь, что-нибудь... Че-че придумать, друзья? Вот если я сегодня вытаскиваю третий широт, я, блядь, себе какой-нибудь, блядь, челлендж придумаю. Вот, реально. И перед началом следующей серии... Да нет, ну это, блядь, будет пиздец. Третий широт мне не выпадет. Ладно, все, че я время теряю? Сейчас будет опять переспаун контейнеров. Погнали, я тачку какую-нибудь солью. И, короче, друзья, вернусь сюда. Будем пытаться что-то вытащить. Так, пацаны, ну что я могу сказать? Значит, в итоге, пока я здесь был, при мне из арабских контейнеров достали два Ниссана ГТ... Слушайте, че-то зачастили, зачастили арабские контейнеры. Так, пацаны, все, начинается борьба. Давайте-ка я составлю конкуренцию 11700. То есть сегодня, помимо того, что, друзья, я... Не понял. Че они не ставятся-то? Э, че такое? 11700, раз, два, три. Блядь, шо за хуйня теперь? Блядь, я не успе... 11765, оказывается, на... Ну, что за... Ну, пиздец! Короче, пацаны, я не успел. Я не успел, давайте посмотрим, что передо мной только что за... Блядь, сейчас прикиньте тут шуру, я охуею просто. Так, Валерка, открывай контейнер. Я, так понимаю, Валера забрал. Ну, шо? Ну. Так, момент истины. Да ну нахуй, блядь! Я понял, блядь, все. Ясненько. Понятно, блядь! Просто чувак, блядь, на Широне... Блядь, я еще в контейнере остался, блядь. Ребят! Вы понимаете, да? Блядь, да ну просто, блядь! Вот, ребят, посмотрите сейчас... Вот, посмотрите сейчас просто на мое лицо. Просто посмотрите, запомните его. Вот просто сделайте скриншот, пожалуйста, прямо сейчас. Где этот Широн стоит, блядь? Можно... Блядь. Ай, блядь. Ребят! Вы понимаете просто сейчас? Вот посмотрите на мое лицо. Просто мне... Вот прям вот... Вот прям вот... Вот прям на меня посмотрите, пожалуйста. Вот это называется просто... Нет, я... Я, конечно, все понимаю. Я все понимаю, что это было бы, блядь, жирновато. Конечно, да? Но, блядь, вы понимаете, что если бы я не проебался со ставкой, я бы перебил ставку и забрал... Я хотел забрать этот контейнер. То есть, друзья, вы понимаете, да? Я просто не успел переписать сумму. Ладно, блядь. В принципе, мне 20 Широна доста... Блядь, я бы сейчас просто пришел бы и третий Широн, сука, забрал бы. Просто, блядь. Просто я забрал бы сейчас третий Широн. На ровном месте обосрался. Просто. Не, мне не жалко, конечно. Ну, чувак красавчик, блин, прикольно. Прикиньте, как он сейчас... Возможно, вообще, решил попробовать просто сейчас приехать. Поторговаться контейнер. Вытащил такой, блядь, там Широн. Нормально вообще? То есть, ну, как бы... Это вообще круто, на самом деле. Потому что, учитывая, сколько я проебывался, да? То есть, мне реально не падало ни хера вообще. То, возможно... Ну, может быть, чувак, конечно, тоже открывал. Мы этого не знаем. Но, в любом случае, блядь, сам факт того, что я не то, что не захотел ставить. Я просто не успел, блядь. Я не успел. Я не ту сумму ввел слишком маленькую, чтобы перебить. И когда уже был... Блядь, это... Нормально. Заебись. 323 тысячи. Ребят, плюс 3900. Нормально, заработал, блядь. То есть, ты за 3... А, нет, не 3... Минус 1000... Фу, блядь. Минус 2... Фу, блядь. Минус 1100 рублей. Нормальная ситуация. Пацаны, нормально. Нормально двигаемся. Уверенно. Уверенные движения. Я вот так могу покомментировать всю эту ситуацию. Просто. Перед носом. У меня забрали Широн. Который просто тупо я не успел перебить ставку. То есть, не потому, что у меня там не было денег. Или я реально... Ну, то есть, я бог сказать, типа, пацаны. Не, я, наверное, не буду ставить. Так, а тут у нас что? А, тут вещички. Нет, я просто решил, что... Ой, фу, не решил как раз. Я просто не успел, блядь. Просто не успел поставить. То есть, сейчас вы понимаете, да? Насколько это было бы, блядь, эпично, блядь. Я просто такой, типа... Ну, приехал такой, да, контейнер испаунят. Типа, блядь, что-то не могу открыть. А, оказывается, у меня перебит автопарк. Поехал, сдал тачки. Приезжаю, такой хуякс, открываю там широн, блядь. А, нихуя, Санёк. Всё, хватит, блядь. Три широна, это уже реально жирно. Ну, пацаны, мне знаете, что интересно? Мы сейчас, естественно, ещё продолжим. Сейчас опять будет новая партия. И, блядь. Если сейчас опять... Ну, как бы, я просто не знаю. То есть, вероятность того, что реально может сейчас опять в арабском контейнере быть широн, весьма велика. Поэтому, как бы, сейчас вопрос, на самом деле... Блядь, я в шоке просто. Просто, просто, это настолько, блядь, эпично, реально. Потому что... Ладно бы реально... Блядь, просто, как? Как? Нет, вот реально, если вы знаете, я сейчас не выбивал в итоге ни одного широна до этого. Я бы сейчас, наверное, плакал. Потому что, ну, представьте мою реакцию. Я влил бы, сейчас слил бы больше ста миллионов. И такой, думаю, блядь, ладно, похуй, не буду перебивать ставку или такой, типа, блядь. Ладно, не успел, не успел. И тут, блядь, чувак передо мной широн вытаскивает. А я, на самом деле, тут пытаюсь уже дрочусь, и нихуя мне не падает. Нормальная ситуация, ребят. Класс! Но, в целом, реально, если бы не эти два широна, которые уже у меня, ну, были выбиты. Вон, Валерка забрал, реально, широн. Блядь, ну, цвет, ну, прикольно, что-то тоже необычно. Просто, блядь... Ну, Валера, наверное, сейчас прям, наверное, очень радуется. Очень радуется. Блядь, просто реально не успел. Просто не успел. Так, ладно, ждем новую партию, пацаны. Сейчас будем экспериментировать дальше, но... Это пиздец. Ситуация просто, блядь, вышедшая из-под контроля, реально. Так, ребят, это у нас техника тут появилась. Это нам не надо. На самом деле, я бы, конечно, для разнообразия-то подкрывал бы другие. Но, я имею в виду, там, типа, да... А, тут вообще нет транспорта, да? Антиквариат. Но сейчас все раскупят быстренько, я думаю. Недорогая одежда. Не, кстати, сейчас самый факт в том, что... Самый факт что? Самый факт заключается в том, что сейчас, если за один контейнер, например, никто не захочет торговаться, то он сменится. Поэтому 15 секунд сейчас мы подождем. Какой-нибудь... Так, мебель, смотрите. Мебель из Российской Федерации почему-то пошли торги. Возможно, это какой-то лайфхак. Может быть, именно мебель из РФ как бы весьма... Большой шанс, что там выйдет что-то хорошее. Так, ну ладно, тут идут торги. Тут, блядь, какой-то переспаунится сейчас. Не просрать бы момент. Потому что сейчас реально будет переспаун контейнеров, которые никто в итоге не захочет. А тут уже открытый. Что? Вон, столько-то вроде. Нормально. Тут уже куплено все. Тут уже... Не, походу, ребят... А, о-о-о-о, там что-то из Евросоюза пришло. Ну-ка. Так, одежда тут у нас. Одежда. Тут открытый, понятно. Так, что тут будут торги? Не, я так понимаю, тоже все ждут тачку. 60 секунд надо ждать. Блин, пацаны, я хочу... Арабский с транспортом можно? Блядь, просто... Я не могу поверить в это. Просто это настолько абсурдная ситуация. Просто... И, как бы, я понимаю, что... Что было бы, если бы я его, блядь, открыл, и там реально был бы Широн? Это было бы уже вообще не смешно. То есть, типа, это, блядь, было бы вообще, ну, пиздец, как не смешно. Но, с другой стороны, вот, реально абсурд заключается в том, что... Блядь, я мог его, ну, как бы, купить. Но почему-то, блядь, получилось так, что я его не купил. Так, здесь у нас 10 секунд. Так, пацаны, надежда вот на этот контейнер, потому что его... А! Нет, подождите, тут тоже торги идут. Так что, ну, мы просто ждем новую партию, так понимаю. Тут уже все раскуплено. Да, все, вот это сейчас открывается, будет новая партия. Окей, ждем новую партию, надеюсь, там будет что-то интересное. Пацаны, пока мы ждем тут контейнеры, короче, с пацанами общаемся. Вот тут сейчас инфу закинули. Оказывается, Валера, который, ну, выбил только что Широн, он находится на 10-м месте в списке Forbes Радмира. А я, оказывается, на 9-м, кстати, об этом не знал. То есть, мы еще и рядом с ним находимся. Возможно, этот Широн бы сыграл в какую-то сторону, какую-то роль. Что я несу, короче? Может, он и так сыграл. Короче, ребята, это весьма вообще... Тут просто, понимаете, да, столько фактов реально. Ну, да. Ну, просто это довольно интересная информация, серьезно. Потому что я... Ну, тогда можно, конечно, предположить, что у Валеры вряд ли это первый Широн. И вряд ли он прям очень сильно обрадовался. Хотя, наверное, все равно, блин. В независимости от того, какой у тебя Широн по счету, ты немножко находишься в шоке, когда его вытаскиваешь. Бля, ну как это... Как это получилось? Просто как это получилось? Так, ладно, пацаны, ждем новую партию. Опа! Ребята, а вот с этого момента поподробнее нет. Ну, конечно, вероятность того, что... Хотя, опять же, это же все рандом, скорее всего. Ну, как можно, ну, типа, предполагать, что, например... Ну, не может быть такого, что будет два, там, Широна подряд, грубо говоря, в контейнерах. То есть, мне кажется, это чисто рандом. Так, пацаны, я слежу. Ну-ка. Так, Валера тут! Я так понимаю, сейчас будут жесткие торги. Хотя, скорее всего, я сейчас буду бороться до последнего, если то. Останусь с ГТРом, блядь, синего цвета. Вот это мой фирменный, блядь. Реально. Открываешь контейнер, там стоит этот ебучий ГТР, который ни хера не стоит. Так, ну что, Валера будет перебивать ставку, нет? Ну, сейчас здесь, смотри, сейчас, вот просто отвечаю, сейчас здесь говнище будет пиздец. Просто самое лютое говно. Блядь, если там Широна, то будет тебе что-то... Да нет, там не будет Широна. Блядь. Ну, ну, типа, не так плохо, но... Блядь, 9... Ну... Ладно, в пизду, короче, блядь. Эти контейнеры ебучие. Хотя, очень интересно, реально. Блядь, я просто теперь, понимаете, я... Я думал... О, блядь, 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 сука! Ну, была возможность... Блядь, еще один транспортный контейнер из Арабских Эмиратов. Ну, что за херня? Все, ничего не осталось. Пацаны, вы понимаете, что я теперь не могу успокоиться? Я думал, что сегодня, типа, я приду, въебу кучу денег на контейнеры. И, типа, мне не выпадет ничего нормального. И, как бы, типа, окей, ладно. А тут, блядь, такая ситуация, когда я приехал, грубо говоря, первый контейнер. Перед носом у меня его забирают. И там Широн, блядь, как я могу успокоиться теперь? Объясните мне, пожалуйста. Как я могу теперь быть спокоен? Как я могу... Блядь. Да, это жестко. Вот по-другому не сказать. Это реально жестко. Это прям пиздец, как жестко. Блядь, я в шоке, просто в шоке, пацаны. Просто в шоке, реально. Ничего тут, техника, да это неинтересно. Пацаны, ну давайте, ладно, все. Последняя партия. Попробуем что-нибудь там вытащить. Я надеюсь, сейчас я не въебу реально все свои деньги. Надеюсь, что там будет что-то реально крутое. О, пацаны, тут лептончик покопил. Новая партия подъехала. Так, ну что тут у нас? Техника, одежда, блядь. Оде... А почему? Стоп. Что? Почему не везде подъехала партия? Не понял. В смысле? В смысле? А что, нет тачек, что ли? А... Не понял, блядь. Так, стопэ. Не, не, это я... Я даже не собираюсь пробовать, потому что, типа, хочется чисто... Не, смотрите, ну тут все разобрали. Тут все разобрали. Надо ждать теперь еще одну партию, потому что здесь уже не вариант. Окей. Ладно, тогда ждем еще одну партию. Все-таки нужен транспортный контейнер. И, эээ, это самое... Бля, я не знаю. Нет, да даже сейчас, если будет арабский контейнер, и как бы... Я думаю, что там ничего не будет. Ну, я хочу. Вот чисто из-за принципа. Хотя бы еще один открыть. Понять, что я все-таки лоханулся сегодня. И как бы успокоиться просто реально. Так, ладно, ждем новую партию. Ну что, друзья. Вот и контейнер подъехал. Тот, который, как говорится, с пылу, с жару, как пирожочек. Так, ну что, 11650. Классика жанра. Ставочка сделана. Валера рядом. Значит, возможно, сейчас будет битва. Хотя Валера тут просто нарезает круги на своем новеньком широне. Так, ребят, ну что, надо бороться. Все, последний сейчас раз. Я понимаю, что сейчас будет полное говно. Реально. Но, я как бы это самое. Верю все-таки в чудо. Здравствуйте. Сейчас документики на транспортное средство предъявлю. Все нормально. Сейчас я только его получу. Сейчас посмотрим. Инспектор. Ну не смотрите на меня так. Вы меня смущаетесь. Серьезно. Ну такая, как бы, сделка сейчас это самое. Ну не сделка в смысле, а... Ну что, ребят. Готовы, да? Я уже как бы лох года в любом случае. Поэтому сейчас я вам подтвержу этот, как бы, факт. Майбах, блядь. Ну вот на этом майбахе, на, блядь, багажнике я, в принципе, могу отсюда съебывать просто, как бы, вот сейчас, в закат. Блядь, это пиздец. Ну а, ну, кстати. 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 Я думал, он подешевле будет. 25 миллионов у него, оказывается, в госстоимости. И я его могу сейчас слить за... Вот так, да, ладно. Хотя, блядь, когда перед носом был широк за 50, как бы, ну, если честно, так себе, да? Ну ладно. Нет, слушайте, ну тут как бы я в плюсе. Блядь, даже неожиданно, потому что я думал, что, честно, я сейчас просто въебу все деньги. Не, майбах мне, конечно, не нужен. Блядь, ну ладно. Где там этот шурман? Ну-ка, можно я на него посмотрю? Еще раз, как человек, который потенциально мог его получить. Так, Валера где-то тут катается. Я уже уверен, что он где-то... Где-то тут он припарковал. Не, уехал, походу, смотрите-ка. Блин, ну ладно. Друзья, ну это, если честно, сегодня происходил какой-то полный пиздец. Ну ладно, хорошо, смотрите, Европейский Союз. Я уже как бы это... Сейчас бы дырявый контейнер пришел, блядь. Это за... Даже не стоп. Это нормальное тело? Что, пацаны? Так, я понял. Инспектор произвел вскрытие контейнера, чтобы изучить, как бы, да, материал более, как бы, это самое, да? Дырявый контейнер это нормальная система, да? То есть просто как бы пустой. Пустой дырявый контейнер, пацаны. За 5,650. В принципе, это вот то, чего я достоин, серьезно. Учитывая мою ситуацию сегодняшнюю, вот максимум, что я могу купить, пустой дырявый контейнер, блядь, за 5,650 из Европы. Ну шо? Ну заебись, блядь, вот это, блядь. Ну-ка, блядь, что же там интересно, ммм? Оооо, нихуя! Их с 5ем, который, блядь, миллион девятьсот семьдесят... Это вообще, это вообще эмка, нет? Да какая нахуй разница? Просто это так, блядь, миллион девятьсот семьдесят пять тысяч, блядь. Ясненько, все понятненько. Короче, пацаны, серия безумная, просто безумная. Вообще, за счет контейнера происходит какая-то дичь в последнее время, вы заметили? То, что, как бы, блядь, то два широна подряд, то третий мог быть, но перед носом, и то вот реально ситуация такая, блядь, абсурдная. Я прям этого не забуду никогда, пацаны. Поддержите меня лайком, потому что, как бы, вы понимаете, что могло произойти, да? То есть, это мог быть, вообще, как бы, третий широн, но, как бы, этого не произошло, поэтому... Опа, 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 драка за груз. Драка за груз, пацаны. Ну, такое. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилась серия, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи. А, вот, на такси как раз сейчас поеду. Не, не работает? Ну, ладно. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.